Деньги не только правят миром, но и меняют его в буквальном смысле этого слова. Человечество за последние сто лет смогло построить массивные и грандиозные конструкции в рекордные сроки. Люди умеют прокладывать тоннели сквозь горы, разворачивать реки вспять, строить острова и много других вещей, которые еще несколько десятилетий тому назад казались невозможными. Судя по набранным темпам, в ближайшее время человечество не собирается останавливаться на достигнутом. Абсолютно у каждого проекта есть итоговая стоимость, чаще всего исчисляемая в долларах США. Строительные проекты стоят дорого, а самые амбициозные проекты могут обойтись в миллиарды долларов. Эксперты английской строительно-инженерной компании MTX Contracts и компании Finch Group, специализирующиеся на недвижимости, подсчитали во сколько обошлись 10 самых дорогих строительных проектов в мире. Номер 10. Тоннель под Ла-Маншем. Он же Евротоннель тянется на 50 тысяч 450 метров, соединяя Великобританию с Францией. Причем 39 километров тоннеля проходит под водой, что является рекордом для подобных конструкций. В ходе работ строители изъяли 8 миллионов кубометров породы. Французы смешали ее с водой и отправили обратно в море. А вот англичане создали из вынутой породы искусственной мыс Шекспира, на котором позднее устроили парк. Стоимость строительства оказалась на 80% больше, чем предполагалось, из-за постоянно возрастающих требований безопасности и охраны окружающей среды. Проект стартовал в 1988 году и был завершен в 1994 году. Тоннель состоит из трех частей, две железнодорожные колеи и автомобильная дорога. В тоннеле произошло несколько пожаров, которые повлекли за собой серьезные повреждения, в связи с которыми его закрывали на несколько месяцев. Служба охраны часто ловит людей, которые незаконно стремятся пересечь границу между Францией и Великобританией. По мнению участников Американского общества инженеров-строителей, евротоннель является одним из семи чудес света современности. Итоговая стоимость проекта составила почти 22,5 миллиарда долларов. Номер 9. Большой бостонский тоннель В конце 20 века Бостон, как и большинство мировых мегаполисов, страдал от обилия машин. Весь город периодически стоял в пробках. Решением этой проблемы стало строительство Биг Дик, Большой транше или, согласно официальному названию, Большого бостонского тоннеля. В строительстве восьми полостного тоннеля участвовало более 5 тысяч человек. Любопытно, что при реализации столь масштабного проекта не было разрушено ни одного дома. Однако на пути проекта встретились финансовые и административные проблемы, в том числе серьезные недостатки дизайна за реституцию которых государству пришлось заплатить почти 400 миллионов долларов. К сожалению, во время строительства произошла трагедия, когда бетонная плита упала на автомобиль, в результате чего погиб человек. Проект был завершен в последний день 2007 года. На 10 лет позже графика и обошелся на несколько миллионов долларов дороже, чем ожидалось. А итоговая стоимость строительства составила более 23 миллиардов долларов. Номер 8. Международный аэропорт Кансай. Один из самых необычных аэропортов мира находится во втором по величине городе Японии, Осаке. Он базируется на искусственном острове, что делает его невосприимчивым к землетрясениям, с учетом высокой сейсмичности региона и угрозы затопления. Трехкилометровый мост соединяет Кансай с городом. Еще одной причиной строительства аэропорта на искусственном острове явились жалобы от общественности на шум. На протяжении многих лет остров укрепляли металлическими сваями, колоннами и конструкциями, чтобы он не ушел под воду. Второй терминал открыли в 2012 году. Терминал 2 и терминал 1 связаны между собой бесплатным автобусным маршрутом. Еще одним интересным фактом является то, что сам аэропорт расположен за пределами Японии, в середине залива Осака. С большой землей аэропорт соединяет двухуровневый мост, который кстати обошелся в 1 миллиард долларов. В нижней его части построены железнодорожные пути, а в верхней – автомобильная дорога. Пропускная способность одной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кансай составляет более 25 миллионов пассажиров в год. Строительство этого роскошного аэропорта обошлось в 29 миллиардов долларов. Номер 7. Высокоскоростная железная дорога в Калифорнии. Этот проект один из многих, о которых говорилось в предвыборной кампании президента Обамы. Магистраль должна будет соединить ряд крупнейших американских городов высокоскоростной железнодорожной сетью. Строительство высокоскоростной железной дороги в Калифорнии протяженностью около 837 километров началось в 2015 году и должно было быть завершено в 2020. Она должна была связать Лос-Анджелес с Сан-Франциско. Позднее бюджет возрос почти в два с половиной раза, а сроки строительства отодвинули еще на 13 лет, до 2033 года. Однако в 2019 году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что отказывается от одного из самых дорогостоящих строительных проектов современности и перенесет все внимание на строительство 275-километрового участка линий в Калифорнийской долине, которое будет завершено в 2029 году. Планируется, что поезда смогут достичь скорости до 350 километров в час. В перспективе этот участок может войти в более масштабный проект. Стоимость всего проекта составила более 33 миллиардов долларов. 6. Международный деловой район Сонда Это умный город, один из самых передовых в мире, построенный с нуля на 600 гектарах намывного острова в 65 километрах от Сеула. На данный момент он является крупнейшим успешным инвестиционным проектом частных инвесторов в недвижимость. 61% инвестиций от общего количества принадлежат американской компании Gale International, 30% южнокорейской POSCO и 9% американской Morgan Stanley. Новейшие технологии позволяют жителям Сонда проводить видеоконференции со своими соседями, в то время как датчики, расположенные в каждом здании и на улице, собирают информацию, чтобы регулировать уличное освещение, предупреждать власти о преступном поведении или сообщать пассажирам, когда следует следующий автобус. Это высокотехнологический район города с повсеместным Wi-Fi, автоматической системой переработки мусора и другими технологиями и инновациями. Деловой район Сонда был создан для привлечения предпринимателей и туристов из близлежащего международного аэропорта Инчхон. Здесь также планируется создать копии достопримечательностей из других городов, включая Нью-Йоркский центральный парк. Согласно плану на острове будут свободно жить кролики и олени. Проект обошелся более чем в 40 миллиардов долларов. Номер 5. Дубайленд Строительство развлекательного парка было остановлено в 2008 году в связи с нехваткой финансирования и финансовым кризисом, но в 2013 году оно возобновилось. Если строительство завершится, то этот амбициозный проект будет самым дорогим и самым грандиозным в сфере туризма и развлечений. Планируют построить тематический Дисней парк, театр Аймакс и другие объекты, которые основаны на арабских сказках, включая и сказки Тысячи и Одной ночи. Стимулом для строительства развлекательного парка было стремление сделать жизнь в Дубае интересной для семей с детьми и туристов. А если уж Дубай решил, что ему нужен аттракцион, ориентированный на семье, то за ценой он точно не постоит. Стоимость этого парка развлечений составляет 76 миллиардов долларов. Номер 4. Экономический город короля Абдулы. Этот город, который еще даже наполовину не завершен, будет немного больше, чем Вашингтон, округ Колумбия, и в нем будет проживать 2 миллиона человек. Находясь в часе езды от Мекки, он станет главной туристической достопримечательностью Саудовской Аравии, с виллами, огромным аэропортом, а также университетами и самым современным портом в регионе. Город был задуман королем Абдула, ныне покойным, как основа для трансформации экономики страны. Вместо нефти этот город должен был сделать ставку на развитие промышленности, транспорта и сферы услуг. На его территории площадью в 173 квадратных километра планировалось создать 1 миллион рабочих мест. Строительством города занимается компания Эмар Фрапатис, имеющая большой опыт в возведении самых высоких объектов в мире, включая небоскреб Бурдж-Халифа. В центре экономического города будет район Этраа с высокотехнологической инфраструктурой, которую будет обслуживать компания Эриксон. Однако пока что в чудо-город, в котором уже построено 90 километров дорог, еще не прибыл крупный бизнес. На постройку проекта планируется выделить от 80 до 100 миллиардов долларов. Номер 3. Нефтегазовое месторождение Кашаган Кашаган, расположенный в Каспийском море, представляет собой самое большое месторождение нефти, найденное за последние 40 лет. Над разработкой месторождения работает совместная операционная компания North Caspian Operating Company, в состав которой входит 7 компаний из разных стран Shell, ExxonMobil, Total, China National Petroleum Corporation, Cosmo Nygaz, Inpex и Ajit KCO. Помимо создания искусственных островов для разработки месторождения, было много трудностей при строительстве, включая проблемы при бурении нефтяных месторождений под высоким давлением. Запасы нефти данного месторождения оцениваются от полутора до десяти с половиной миллиардов тонн или 13 миллиардов баррелей. Добыча началась 11 сентября 2013 года, но вскоре из-за прорыва газопровода была приостановлена. Пришлось менять газа и нефтепровод, а новый запуск состоялся в 2016 году. Проект по разработке месторождения обошелся в 116 миллиардов долларов. Номер 2. Международная космическая станция Этот проект международный не только по названию, но и по сути. Стоимость космической станции, которая в сегодняшних ценах составила бы 160 миллиардов долларов была разделена между 14 странами США, Россия, Канада, Франция, Япония, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Дания, Норвегия, Швеция, Испания и Швейцария. Каждый модуль станции, состоящий из космических ракет России и американских космических шаттлов, был создан на Земле, а собраны были в космосе. В течение двух лет, пока станция собиралась, она не использовалась. Начали эксплуатацию станции с момента доставки на ее бортоборудования, провианта и спальных отсеков. Ранее планировалось, что к 2020 году станция, отработав свой ресурс в течение 26 лет, будет затоплена в океане, однако дату перенесли на 2024 год с перспективой продления до 2028 или 2030. Также рассматривается вариант с 2024 года использовать орбитальную станцию в качестве коммерческого проекта для космического туризма. 1. Национальная система межштатных и оборонных автомагистралей Строительство новых маршрутов и развитие старых для обслуживания системы автомагистрали между штатами США началось в 1956 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Первым штатом, который завершил строительство своего участка системы, был Небраска, это произошло в 1974 году. Последний участок автомагистрали, проходящий через Колорадо, завершился в 1992 году. Несмотря на то, что система межштатных автомагистралей строилась со значительным отставанием от графика и превышением бюджета, она достигла того, для чего была предназначена. Была создана эффективная транспортная сеть, которая в случае чрезвычайной ситуации обеспечивала быструю переброску военных и гражданских в нужное место. Перевозка грузов между штатами стала стоить на 17% ниже, а во время урагана Катрина именно по этим дорогам была успешно проведена эвакуация населения. Этот инфраструктурный проект является самым масштабным и дорогостоящим проектом в мире и в то же время самым оперативно выполненным. Основная часть магистралей была возведена всего за 35 лет. Стоимость данного проекта составляет ошеломляющую сумму, сравнимую с годовым бюджетом большинства стран мира, 459 миллиардов долларов. Делитесь своими мыслями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию подборок на тему топ-10. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.